Всем привет, ребята! Сегодня у меня на обзоре не обычный телефон, а очень запоминающийся. Это ZTE Axon 35G. Почему он запоминающийся? Потому что у него не видно фронтальной камеры. Такой телефон сейчас продают примерно за 21 тысячу рублей. Продается он в нескольких версиях. В черном цвете, вот в таком вот голубовато-белом цвете 8128. А также есть версии еще 12-256. Такой телефон стоит около 24 с половиной тысяч. То есть цены вполне себе, ну, такие, можно сказать, средние. Средний класс, средний уровень. Итак, поставляется он вот в такой коробке. Давно у меня не было телефонов ZTE. Кстати, эта компания вообще редко сейчас что-то мы о ней слышим, да, согласитесь? ZTE как-то, ну, не так часто выходят телефоны какие-то, не так часто мы видим новые модели. А тут вот интересная моделька Axon 35G. С Китая, с Алиэкспрессом можно заказать себе. Это уже у нас будет глобальная версия. Открываем коробку. Смотрим, что есть в коробке. В коробке есть зарядный блок для европейских вилок. Зарядный блок здесь мощностью 65 Вт. Это быстрая зарядка. Также в комплекте есть проводные наушники. Проводные от стандартного вот этого разъемчика 3,5 миллиметра. Такие проводные наушнички. Есть в комплекте, конечно же, еще и переходник. Ничего себе. А, вон оно как. Смотрите, здесь нету разъема для наушников, но есть переходник. И наушники как раз подсоединяются в переходник и в телефон. Вот как они сделали. А я думаю, блин, проводные наушники, значит, есть разъем. Нет, вот он, переходник вам. Да, интересно сделали. Много всего положили, кстати. Это сейчас считается такая хорошая комплектация. И, конечно же, кабель для зарядки. Это у нас USB Type-C белого цвета. Обычный кабель. Также в комплекте наверняка есть чехол. Скрепка для того, чтобы открыть сим-лоток. Так, куча каких-то бумажек. Смотрите, какая книжка прям целая. А, здесь даже не чехол. Это бампер. Это пластиковый прозрачный бампер. Да, это пластик. Не силикон. Обычно силиконовые чехлы кладут. Ну, здесь вот пластиковый бампер. Короче, комплектация обширная. Реально. Есть и быстрая зарядка, и кабель, и переходник, и еще и наушники, и пластиковый бампер, и скрепка, и наверняка еще, наверное, какая-то защита на экран. Сейчас узнаем. Открываем пленочку. У меня телефон в черном цвете. По дизайну он мне напоминает какие-то, знаете ли, игровые смартфоны. Вот почему-то мне кажется, что вот эти вот какие-то вставки, вот эти вот полоски, и мне это напоминает что-то такую, какую-то игровую тему, похож на игровой смартфон. Все это глянцевое, блестит. Выглядит красиво, когда чистое это все. Когда чистое, не заляпанное, когда только-только ты его достал из коробки. Это все выглядит очень так. Прикольно. Ярко. Так, остались небольшие вот здесь. Клей от пленки, вот этой вот наклеенной. Что у нас здесь есть? Это что у нас, стекло? Или пластик такой, под стекло сделанный? Справа кнопка включения, регулировка громкости. Вверху микрофон. Внизу разъем для зарядки. Это динамик и сим-лоток. С левой стороны ничего нет. Ну и все. И сзади камера, которая выступает из корпуса. Вот здесь вот по бокам закругление, чтобы телефон лучше лежал в руке. А экран здесь тоже имеет закругление, но это не экран-водопад. Чуть-чуть, 2,5D такое закругление имеет по краям и все. Нету здесь никакой пленки. И как вы видите, ну сейчас, наверное, не видно, не видно фронталки. Фронталки не видно. Включаю телефон. Пока он запускается, можно посмотреть, что здесь за сим-лоток. Какие сим-карты можно поставить, какие флешки можно поставить. Так. Ага. Значит, здесь ставится одна сим-карта формата нано. Переворачиваем. И здесь уже ставится, вот здесь дробь, либо вторая сим-карта, либо флешка. То есть это комбинированный лоток. Комбинированный лоток. Вы ставите либо две симки формата нано, самые маленькие. Тогда у вас не будет места уже под флешку. Либо одну сим-карту и, с другой стороны, одну флешку microSD. То есть вы можете выбирать. Но, к сожалению, поставить сразу две сим-карты и плюс еще и флешку, у вас места просто не хватит в этом лотке. Поэтому придется выбирать. Ну что ж, не самое плохое. Не самое плохое, что может быть. Так, все, давайте я здесь сейчас приберусь. А то что-то я тут раскидал по всему столу. Итак, друзья мои, телефон запустился. И вот так он выглядит во включенном состоянии. Но сейчас ничего еще не понятно, потому что как бы темные обои стоят. Особо ничего не разглядеть, да? Я хочу сказать, что здесь огромный экран. Экран здесь имеет диагональ 6,92 дюйма. То есть это почти 7-дюймовый экран. Почти как у планшетов. Реально очень здоровый телефон с маленькими рамками. И весит при этом всего 189 грамм. Длина у него 17 сантиметров. Ширина 77 миллиметров. И толщина 7,8 миллиметров. Толщина вообще отличная, как у самых, ну, сейчас таких тонких телефонов. Сзади это пластик. Я думал, может быть, это стекло. Но нет, это пластик. Боковая рамка тоже сделана из пластика. Просто все так красиво сделано. Боковая рамка тоже глянцевая. Тоже вот так вот блестит. Весь телефон сделан из глянцевого покрытия. Ну, конечно, вот буквально несколько секунд попользовался. И уже видны отпечатки. Уже видна пыль. Очень хорошо на себя собирает этот черный цвет всю пыль. Но это то же самое, как черная машина. Она красиво смотрится, когда она только помытая. Стоит там буквально несколько метров проехаться. Уже всю пыль она на себе собирает. Там какие-то царапины на ней сразу заметны. То есть это такое вот покрытие, за которым нужно постоянно ухаживать. Смотреть на нем. Итак, экран здесь AMOLED, большущий, почти 7 дюймов, разрешение Full HD 2460 на 1080 пикселей. И это еще экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass. Это тоже очень хорошо. 120 Гц. 120 Гц. На стройках мы можем выбрать частоту обновления 120 Гц. У меня сейчас стоит авто. Можно поставить либо 60, либо 120, либо авто. И вот самая главная фишка. Где фронталка? Где прячется фронталка? Знаете, были такие телефоны, у которых фронталка выезжала. Она выезжала, когда нужно. А потом заезжала, когда надо телефон разблокировать с помощью лица. Или когда надо селфи сделать на фронталку. Потом заезжала. Бывало, что телефоны делали фронталку по центру. Бывала капелька. Бывала дырочка вот здесь. Здесь не видно фронталки вообще. То есть где она? Где фронталка? Может быть, она прячется где-то в верхней рамке. Но верхняя рамка здесь настолько тонкая, что фронталка бы сюда не уместилась. Мне вот очень интересно посмотреть, как это все будет работать. Давайте, кстати, сейчас это и сделаем. Я захожу в камеру. О, у меня телефон на русском, но почему-то здесь вылезла вот такая вот предупреждалка на английском языке. Интересно, почему не перевели? Окей, нажимаю принять. Кстати, я так не понял, что меня там спросили на английском же языке. У меня телефон на русском. Меня что-то там на английском спросили, я нажал принять. Окей, ладно. Так, 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 здесь... Ой-ой-ой-ой. Первый раз запускаешь камеру, столько всяких вопросов тебе задают. Итак, и вот момент истины. Мы переключаемся на фронтальную камеру. И вот она. На самом деле она здесь, не сказать, что прям крутая. В общем, она находится прямо в экране. Ее не видно. Она находится прямо в экране. Вот здесь. Если присмотреться, то... Блин, вот на этом можно ее поймать. Вот она. То есть ее как бы видно там внутри, если приглядываться под разными углами. Но если вот так вот напрямую смотреть, ее никогда не увидишь. Но фронталка, она, конечно, по качеству, она не такая крутая. Она могла бы быть лучше. Я думаю, даже вот такое вот интересное расположение мешает качеству итоговому. Вон она, видите, там. Но она затонированная. Как будто она, знаете, вот через какое-то стекло еще пробивается. И даже на качестве фотографии это заметно. Что фронталка, как будто ей что-то мешает. Как будто изображение какое-то мутноватое, что ли. То есть, я не знаю, это было сделано, наверное, ну, в угоду вот такой вот красоте, чтобы ее не было видно, не было заметно. Но итоговое качество фронтальной камеры, как я сейчас смотрю, оно соответствует телефонам где-то ценовой категории 10-12 тысяч. Так, что это такое сейчас получилось? Вот. Ну, вот как бы фронталка здесь фотоит плохо. Я не знаю, зачем было так делать, но мне не очень нравится, как он фотографирует с фронталки. Но прикол в том, что ее не видно. И многие люди вообще терпеть не могут вот эти вот современные там дырки. Они реально хотят вот эти вернуть телефоны с выезжающими камерой. Их уже не делают несколько лет. Но многие люди прям хотят вернуть эти телефоны. Им не нравятся никакие вырезы. И вот для таких людей, кто редко пользуется фронталкой, можно купить такой телефон, и их ничего не будет раздражать. То есть, если поставить какие-нибудь светлые обои, например, на рабочий стол, то у вас вверху ничего не будет вам мешаться. Как, например, на других современных телефонах. То есть, вот, посмотрите, я ставлю обои, и все. И я держу, как будто кусок экрана со всех сторон с небольшими рамками. Внизу, кстати, рамочка чуть побольше. Чуть-чуть буквально, чем боковые и чем верхние. Смотрится круто. Фронталка не выезжает. И можно поразить своих друзей. Сказать, смотри, у меня нет фронталки, но при этом, если я захожу в камеру, я могу сделать фотку. Вот и все. И люди подумают, блин, а откуда она? Где? Ее здесь просто нигде нету. Но если присматриваться, ее реально можно найти. Ее реально можно найти. Особенно вот на черном фоне. Она чуть-чуть вот здесь вот выделяется как бы. Вот. Вот, вот, вот там вот она. Вот там вот она установлена. Глубоко. Ну, поверх нее как бы наложен еще кусочек экрана, да? И поэтому выводится изображение прямо поверх фронталки. Вот такая особенность телефона. Вот это самая главная особенность этого телефона, конечно. Я не знаю, может быть, это будущее. Может быть, за этим стоит будущее там телефонов через 3-4 года, когда всем надоест уже эти дырочки в экране. И, может быть, все производители начнут маскировать фронталки таким образом. Но то, что я сейчас увидел, я как бы вижу, что качество фронтальной камеры не идеальное. Мне кажется, что такое расположение все-таки сказывается на качестве, на итоговом. Хотя не сказать, что прям ужасно, но и не... Мне кажется, это не уровень этого телефона. Чуть-чуть видно, что не очень. Соответственно, видео тоже. Да, много шумов, картинка. Ну, блин, не знаю, ребят. Телефон подойдет тем, кто фронталкой часто не пользуется. Вот. Внешний вид прикольный. Внешний вид прикольный. И вау-эффект вызывает, конечно. Да, телефон вызывает вау-эффект. Это главное. Теперь двигаемся дальше. Что здесь за оболочка стоит? Здесь установлена оболочка от компании ZTE на базе Android. На базе Android. И установлен у нас здесь Android. Так, сейчас посмотрим. Настройки о телефоне. Android 11, MyOS 11. Такая вот здесь оболочка ZTE. MyOS 11. Возможно, в будущем обновиться до 12-го Android. А потом еще и до 13-го. Очень бы хотелось, конечно, чтобы он обновился. Ждем. По железу. Какое железо здесь установлено? Экран здесь огромный. 120 Гц. AMOLED, да. Железо. Центральный процессор установлен от компании Qualcomm. Это Snapdragon 870. На самом деле здесь пишется 865. Нет, 870. Такой же процессор, который стоит, например, в POC F3. Очень популярный телефон. В Realme GT Neo 2. Ну, много телефонов, на самом деле. На 870 Snapdragon. Это предтоповый процессор прошлого года. Да. Предтоповый процессор прошлого года, который много набирает в Antutu. Который поддерживает уже 5G. У него техпроцесс 7 нанометров. Он восьмиядерный, естественно. У него частота довольно большая. 3,2 ГГц. Ну, то есть процессор реально навороченный. Даже сейчас. Видеоядро Adreno 650. И здесь у нас памяти 8128. И Bluetooth 5.1. То есть хорошее железо, мощное железо, которого хватит еще на очень долгий срок. Память здесь уже UFS 3.1. NFC-модуль здесь присутствует. Вон горит индикатор. То есть можно оплачивать все свои покупки через бесконтактную оплату. Это тоже плюс. И вообще получается так по цене, что этот телефон дешевый. Дешевый для своей производительности. Для своего процессора 870. Это доступная модель. Около 20 тысяч всего стоит. При этом с такой фишкой без фронталки типа. И стоит всего 20 тысяч. При этом имея вот такой мощный процессор. Глобальная версия. Не китайская. 10 касаний touch. 10 касаний touch. 120 герц. Что-то я вот так правда думаю. Блин, а какая же интересная. По идее тут цена. По идее тут цена невысокая. У ZTE установлена. Внутренняя память. 830 мегабайт в секунду на чтение. 280 на запись. Ну, что-то как-то для UFS 3.1 скудновато немножко. Больше похоже на как будто разогнанный чуть-чуть UFS 2.2. Может быть не самая скоростная память здесь установлена. Не от самого скоростного производителя. Так, по Antutu. Версия Antutu. Он должен выдавать около 700. Да, вот около 700 тысяч. 720 тысяч баллов. Ну, как вы понимаете, этого вполне достаточно. И для игры, и для разных приложений. И еще на пару лет хватит точно. На 6% садится аккумулятор. И на 7 градусов растет температура в тесте. Но 870 чем хорош? Он холоднее, чем 888. И чем Snapdragon 8 Gen 1. Когда те могут разогреться в Antutu там до 47. До 7 до 50 даже бывает градусов. Этот греется всего до 37. Бенчмарк на троттлинг. Здесь у нас троттлинг есть. Около 15%. Но график зеленый. Все 15 минут. График зеленый. Производительность высокая. Сохраняется. В игры, конечно, тоже можно поиграть абсолютно во все. И вот я поймал себя на мысли. Чем хорош такой экран? Что ничего тебя не отвлекает. Вот ты просто смотришь на экран. Плюс он здесь как бы большой. Плюс AMOLED 120 Гц. Никаких отверстий, капелек. То есть ни с одной, ни с другой стороны. Просто держишь в руках кусок экрана большого. И, конечно, играть в игры в горизонтальной раскладке очень удобно. Он чуть-чуть такой как бы вытянутый. У тебя угол обзора большой получается. Ты прям офигенно в игру вкатываешься. Поиграть на этом телефоне, да. Это игровой телефон. И причем я вот сейчас играю в PUBG. И он, блин, такой тепленький. Еле-еле тепленький. Как будто я не играю, а как будто я, не знаю, в интернете просто лажу. То есть он не греется. Вот чем мне нравится 870 Snap. То, что это очень удачный по соотношению цена-нагрев процессор. Я думаю, даже сейчас его можно еще выпускать. Потому что как бы на его месте до сих пор... Ну, его место никто особо-то и не занял, да. Они выпустили Snapdragon 8 Gen 1. 8 Gen... 8 Plus Gen 1. А вот пред-топ 870 я считаю до сих пор еще очень-очень актуален. А 870 это в то же время переделанный 865 с поддержкой 5G, переназванный. Так что это процессор уже такой проверенный. Уже во многих телефонах он ставился. Ну и графика, посмотрите, хорошая какая в PUBG. Я скачал HD текстурки. То есть вот графика хорошая. Никаких тормозов. Вообще вот еле-еле тепленький он. О! Вот смотрите, кто бежит. Даже вот при стрельбе ни единого лага, ни единого проседания FPS. Все супер плавно. Ну и вот какой кайф смотреть какие-нибудь ролики на YouTube. Или какие-нибудь сериальчики на этом телефоне. Можно вполне брать с собой. Видите, здесь все. Здесь нет никакого отверстия. Ничего не видно, что там что-то внутри находится какая-то фронтальная камера. То есть вот ты просто смотришь, как на мини-планшете. Диагональ здесь почти как у планшета. 6,92 дюйма. Офигенно. Просто для просмотра каких-то роликов, для чтения, для времяпровождения в играх телефон отлично подходит. Процессора хватает, памяти хватает. Ну и экран здесь тоже один из самых таких залипательных. Тебя ничего не отвлекает, ничего не мешает. Углы обзора тоже хорошие. Яркость, контрастность. AMOLED-матрица, насыщенные цвета. В общем, ну реально все шикарно. Итак, теперь поговорим о камерах задних. Всего здесь 4 модуля камеры. Основная камера на 64 мегапикселя. Апертура f1.8. Также 8-мегапиксельный широкоугольный объектив. 5 мегапикселей макро и 2 мегапикселя для портретов модуль. То есть набор камер здесь такой среднебюджетный. Не флагманский, это уж точно. Оптической стабилизации нет. Оптического зума нет. То есть, ну неплохой такой середняк по характеристикам. Селфи-камера, кстати, вот эта вот скрытная на 16 мегапикселей. Но я бы ей дал честных где-то 8, может быть 7 мегапикселей. То есть, ну вот так вот она фотоет честно. Итак, что можно сделать? Вот есть ночной режим, есть портретный режим, другие режимы. Так, а что ты мне не хочешь выпускать, что ли? Портретный режим. 64. Так, макросъемка с автофокусом. Ну-ка. Нет, с фиксированным фокусом, да, без зума. Ну, 5-мегапиксельный модуль. Чуть получше, чем 2-мегапиксельные затычки, которые тоже в некоторых китайских телефонах идут. Чуть лучше, чуть лучше. Широкоугольная камера простенькая, 8-мегапиксельная. Кстати, угол обзора как будто большой, как будто чуть больше, чем у остальных. Фотка светлая получается, но детализация не самая лучшая, если приближать прям сильно картинку. Так, если мы выберем зум максимальный. Максимальный зум здесь 20-кратный. Ну, не сказать, что прям сильно плохо, да. Обычно 10x, здесь чуть побольше, 20x. Но при 20x зуме, сейчас попробую сфотать текст, наверняка уже будет... Блин, фото без оптической стабилизации плохо, все дрожит, картинку колбасит. Так, ну вот, да-да-да-да, 20x уже, конечно, не читаемый текст получается. Если мы 10x бахнем цифрового зума, то, наверное, чуть-чуть все-таки будет лучше. Вот 10.1 я выставил. Так. Ну, 10.1 можно еще постараться, но тоже уже буквы всплываются. Ну, короче, зум здесь не оптический, что говорить. Цифровой обычный зум. Видеосъемка в максимальном формате 4К, похвально, при 30 fps. Full HD при... Тоже 30 fps, что ли? Нет, 60 можно выбрать. Так, а 4К? Ах, и 4К можно 60 выбрать. Да еще и запись ширика можно выбрать. Да, ребят, 4К, 60 fps пишет этот телефон за 20 тысяч рублей. Даже мне как-то и не верится, е-мое. 20 тысяч рублей. Автофокус работает. Стаб электронный работает. Такой стаб плавненький здесь, знаете, вообще такой плавный-плавный. Тоже нормально работает. Ну-ка. Ну, что-то с фокусом. Как-то долго фокуситься? Что-то как-то долго фокус ловит. Это что такое? Что не хочешь фокусироваться? ЗТЕ. Во-во-во, сфокусировался. О, ну да, что-то тут фокус какой-то... Мне вообще неторопливый. Может, ему нужно руками помогать все время? Ну, руками все нормально. А вот сам он что-то как-то долго думает, задумывается. Мультикамера. Это съемка с двух камер или нет? Одновременно? Мультикамера. Походу, да. Так. Ночной, портрет, другие режимы. Ну, в принципе, все понятно. Все просто по режимам. Давайте сейчас еще 64 мегапикселя попробуем бахнуть. Потом еще ночной снимок. Так, 64 мегапикселя. Ну, вот как выглядит. Ну, среднебюджетный телефон. Фото это примерно на уровне Redmi Note 11S какого-нибудь. Сейчас вот примерно так. И фотки еще я заметил. Знаете, что у него? Светлые. Светлые очень получаются. То есть он высветляет фотографии. Делает их более такими, что ли, менее контрастными. И более такими светлыми. Мне такая цветопередача нравится. Мне наоборот заходит. Более светлые фотографии. Вот. Он прям высветляет очень сильно. Но мне это наоборот нравится. Так. Давайте посмотрим еще, как фотоет ночной режим. Сейчас режим ночь. Так. По ночному режиму какой вывод? Ну, здесь я бы сказал так. На четверочку. Даже можно сказать на четверочку с минусом. Ночной режим. В целом как бы все видно, да. Но если присматривается небо. Ну, небо сильно какое-то такое нецельное. Не знаю. Сейчас даже не видно здесь будет. Но я вижу здесь небо не очень цельное. Свет нормально. В принципе, со светом нормально поработал. Здесь вот есть небольшие эти лучи выходящие. Ну, короче, на четверку. Да. На хорошо. Неплохо. Хороший снимок. Вот здесь вот чуть потемнее получилось. Ну, если приближать. Ну, совсем нет никакой детализации. То есть, все как будто акварелью покрашено. Ну, на четверку. Реально. Учитывая эту цену. Могли, конечно, сделать лучше. Ну, тогда бы цена наверняка была бы выше. Камеры здесь закупали среднего уровня. То есть, если процессор здесь выше среднего. Предтоп. То камеры здесь реально среднего уровня. Ну, примерно как у конкурентов за те же деньги. За 20 тысяч. Вот. Примерно на том же уровне. Но прикольно то, что он снимает 4K 60 FPS. Потому что процессор позволяет такую картинку обрабатывать. 870. Он очень мощный. И он способен снимать. Ну, и камера 64 мегапикселя стоит. И он способен давать такое высокое разрешение. Этот телефон как будто телефон из будущего. Ну, сканером сейчас, конечно, в экране никого не удивишь. Но есть люди, которых это еще может удивить. У которых такого не было еще телефона. И поэтому, если вы этот телефон купите, да. Придете, покажете своим друзьям. Ну, во-первых, покажете, что нет фронталки. Это произведет впечатление. На кого-то произведет впечатление, что здесь сканер прямо в экране. То есть, нет сканера такого обычного, привычного. Здесь, здесь. А прямо в экране. То есть, раз, приложил, разблокировал. Это, конечно, телефон реально как будто телефон какого-то из будущего. Хотя стоит обычных денег. Вот сейчас зарегистрировал свое лицо. Посмотрим, как работает разблокировка по лицу. Вот я пытаюсь разблокировать. Идет идентификация. Но что-то не удается ему распознать лицо, пишет. Хотя я смотрю прямо на экран. О, получилось. Еще раз. О, все, заработало. Все, 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 начало работать. Кстати, вот здесь на белом фоне тоже немножко видны очертания вот этого прямоугольничка, где находится фронталка. Это надо прямо присматриваться, присматриваться, чтобы его увидеть. Прямо присматриваться, присматриваться. Вот здесь, если посмотреть, есть чуть-чуть вот эта рамка. Итак, ну что, все работает. Да, действительно, фронталка работает. Разблокировка по лицу работает. То есть я думал, может быть, будет как-то это плохо работать, разблокировка сквозь вот это вот, сквозь экран. Но нет, все работает. Фронталка работает. Но все равно видно, что она как будто через какое-то препятствие фотографирует. То есть, видите, как будто через какой-то туман или через какое-то стекло. То есть, я думаю, это можно заметить. И качество выдается, конечно, ну не такое. Не прям чистые 16 мегапикселей. И немножко подлагивает. Вот-вот-вот. Поймал уже второй раз его на этом. Фотка долго обрабатывается. И вот что выходит. Ну да, 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 да. Короче, качество тоже здесь на четверочку. Здесь звук не стерео, а моно. Вот удивительно, почему нельзя было сделать стерео в таком телефоне. Звук моно из нижнего динамика только играет. Ну а еще, почему здесь такая маленькая толщина? Почему здесь такой маленький вес для таких габаритов здоровых? Потому что здесь немножко сократили аккумулятор. 4200. Аккумулятор здесь на 4200 мАч. Но желательно, конечно, пользоваться темной темой. И желательно пользоваться режимом энергосбережения. Потому что экран большой, все равно потребляет много. Процессор мощный, с 5G, с 4G. Так что на день, на день может вам его даже... Ну, лучше пользоваться, конечно, экономно этим телефоном. В любом случае у вас есть быстрая зарядка в комплекте. 65 Вт, которая может быстро зарядить этот телефон. День с ним в целом можно проходить. Если постараться экономить день, он проживет. Итого, что я могу сказать про ZTE Axon 35G. Интересный телефон, запоминающийся телефон. Вот реально прикольный телефон. Можно компанию своих друзей там впечатлить этим телефоном. Показать. Похвастаться, что ты купил. По соотношению цена-качество, цена-производительность, цена-характеристики. Этот телефон выглядит очень интересно в нынешнее время. На фоне своих конкурентов. Ну, что за 20 тысяч мы сейчас сможем купить? Ну, какой-нибудь там, я не знаю, Poco X4 Pro, который хуже будет по характеристикам. Или мы сможем купить какой-нибудь Realme 9 Pro, который также проиграет по характеристикам. И по процессору, и экран проиграет этому. То есть, это получается просто выгодное сейчас устройство. Выгодное с точки зрения цены. Если цена повысится, тогда да, тогда можно сказать, что у него уже будет много конкурентов за эти деньги. Но мне нравится, что здесь мощный процессор. Здесь действительно мощный, хороший процессор. Здесь большой, огромный экран. Огромный экран 6,9 дюймов. Здесь нет фронталки. То есть, она не мешает, не маячит. Если ты часто работаешь с экраном, может она тебя начинать раздражать уже через какое-то время. Здесь ее нет, она не мешается абсолютно. Можно играть в игры, смотреть какие-то фильмы, сериалы. Очень это удобно. Играть в игры, да. В 870 Snap еще будет тянуть игры как минимум года 4, я думаю. Камера. Ну, задняя камера здесь хорошего уровня. Хорошенькие, но не топовые. Хороший такой средний уровень. То есть, можно сделать хорошую фотографию. Можно снять нормальное видео, если постараться. Есть электронная стабилизация, есть 60 кадров, есть 4К, 30 кадров, 60 кадров на выбор. Есть широкоугольная камера, есть портретный режим. То есть, ну, режимов хватает здесь. Зарядка быстрая есть, NFC есть. То есть, есть все, что нужно. Вот. Интересный телефон получился. Ссылку я оставлю в описании. Это был ZTE Axon 35G. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пишите, что думаете насчет этого телефона. С вами был Дима. Всем чао.